почему важно завершать отношения в которых вы находитесь с вами я игорь погодин и в этом видео мы довольно подробно поговорим о том какова природа незавершенных отношений как экологично находиться в отношениях и самое главное завершать их тот момент когда ваши отношения уже исчерпали себя что происходит тот момент когда эти отношения прерываются оказываются незавершенными чем это чревато и самое главное как выпутаться из всей этой ситуации подписывайтесь на канал ставьте колокольчик и оставайтесь с нами потому что дальше вас ожидает довольно интересный контент как же мы строим отношения с окружающими людьми вот вступая в отношения с другими людьми они же не просто так становятся нам близкими и родными людьми мы берем какую-то часть во своей жизни и инвестируем в эти отношения безусловно что у каждого из вас есть некий объем там энергии витальной который определяет то как вы живете насколько вы активны вашей жизни куда вы тратите энергии одним из способов потратить энергию являются отношения с другими людьми вот так кто по пути жизни встречаясь с другими людьми вы встречаетесь например с тем кто вам подходит большей степени и инвестируете туда свою жизненную энергию больше вовлекаетесь в жизни этого человека в эти отношения и получается примерно так что отношения становятся каким-то третьим отдельным субъектом который и вы другой человек инвестируете свою жизнь и свою витальность и дальше вы как-то живете сближаетесь радуетесь от этих отношений конфликтуете в этих отношениях неважно данном видео неважно как развиваются ваши отношения и потом вдруг какой-то момент эти отношения прерываются ну например по какой причине например вы просто физически оказываетесь в разных странах в волю судеб или например конфликты у вас становится настолько сильными что вы уже не в состоянии их разруливать и вы устали либо вы понимаете что эти отношения там не знаю себя исчерпали либо вы сталкиваетесь с трагичным обстоятельством не знаю там измены предательства или вдруг становится понятно что вы люди исповедующие очень разные ценности вам больше не о чем вроде говорить или например вы уже подросли и вынуждены сепарироваться там вынуждены или хотите или вам важно сепарироваться от родителей от ваших преподавателей от ваших педагогах от тренера по баскетболу который был для вас очень важным человеком неважно в какой-то момент два человека разрывают эти отношения и вот тут появляются два варианта каким образом эти отношения можно экологично завершить первый он попрание правил экологичного завершения отношений он прерывание такое внезапное вы расстаетесь с человеком и больше с ним не встречаетесь возможно в результате конфликта возможно нет но больше с ним не видеть второй способ это медленный выход из отношений который предполагает соблюдение некой такой внутренней экологии важно чтобы ту энергию которую вы инвестировали в эти отношения те инсайты тот опыт который был вы забрали себе и вот как происходит если человек идет по этим двум вариантам давайте расскажу сначала о не очень конструктивном варианте а потом предложу какую-то альтернативу и так что происходит если отношения прерываются наверняка вы замечали что все равно эти отношения даже если они прерваны они все равно сохраняют какой-то осадок иногда это боль если это внезапная утрата которые вы не были готовы например или даже которые вы готовились но все равно оказались не готовы так происходит при расставании в близких там интимных отношениях мужчины и женщины так происходит в результате смены предавания так происходит в результате горе если кто-то близкий умирает возможно это произошло в результате не знаю вашего испуга и страха вы решили завершить отношения. Например, там, не знаю, когда в какой-то момент в процессе психотерапии, прикоснувшись к чему-то очень важному в своей жизни, вы решили ее прервать, чтобы больше с этими мучениями не сталкиваться. В любом случае что-то происходит дальше. Тогда как будто бы ваша энергия оказывается в заложниках, прям буквально в заложниках у этого третьего субъекта в этих отношениях. И вы можете поймать себя на симптоме, что с одной стороны вас все время по циклу будут мучить одни и те же чувства. Обида, вина, боли. Они будут крутиться, крутиться, крутиться. Это может быть хронически. Это может быть годами и даже десятилетиями. С другой стороны, вы могли себя наверняка ловить на следующем симптоме. Вот идете по улице, навстречу вам идет человек, отношения с которым оказались незавершены. И вам хочется перейти на другую сторону улицы. А если вы вынуждены встречаетесь где-то в магазине или в театре, поговорить вам не о чем, несмотря на то, что возможно, большой кусок жизни был связан именно с этим человеком. И большой кусок, в общем, такой продуктивной, хорошей жизни, о которой возможно, вы даже хорошо вспоминаете. Но контактировать с этим человеком вам не хочется, как будто бы. С другой стороны, вы можете столкнуться с ощущением, что что-то в этих отношениях было такое важное для вас, но это было там и на вашу жизнь почему-то не повлияло. Вот тогда вы как будто менялись, жили, развивались, а сейчас как будто бы не повлияло. Почему так происходит? Пункт номер один. В этих отношениях задействован какой-то большой объем энергии. Поэтому, если вы разрываете отношения, эта энергия начинает в виде такого психического остатка вас колбасить, и вы пытаетесь гонять ее по замкнутому кругу, например, обидой. К примеру. Пункт второй. В этих отношениях, скорее всего, находилось что-то, что мы назовем вашим опытом. Ну, не знаю, какие-то чувства, связанные с этим человеком, не знаю, какие-то эпизоды, там, не знаю, прогулок по ботаническому саду с этим человеком, какие-то путешествия с этим человеком, какие-то прикольные, смешные ситуации, ваш профессиональный рост и так далее, и так далее, был связан с этими отношениями, с этим человеком, с этой группой людей. Что же происходит дальше? Часть из этого опыта вы уже успели сделать составной частью себя, и вы поменялись и подросли немножко за счет этих отношений благодаря им. А часть в виде осколков опыта вы не успели забрать с собой. Ну, так как, если бы вы пришли в гости, вам предложили, там, не знаю, огромный пирог с лососем, например, большие куски пирога вы успели впихать в себя, а осталось много маленьких кусочков, которые вы с собой не забрали. В случае, если отношения оказываются прерванными, теперь этот опыт может оказаться для вас недоступным. На уровне воспоминаний – да, ментальном процессе, на уровне вашего опыта – нет. То есть процесс ассимиляции будет не запущен. И согласитесь, это несправедливо. Это, наверное, одна из главных причин, почему отношения, особенно терапевтические, нужно завершать. Потому что каждое отношение, в котором вы вступаете, ведь не зря, будь то терапевтические профессиональные отношения или отношения с вашими любимыми, они призваны в вашу жизнь для того, чтобы сделать вас немножко другим человеком, сделать вас счастливее, сделать вас больше. Поэтому мне кажется, что важный аспект опыта важно ассимилировать. При прерывании контакта такого не происходит. Вы как будто бы обедняетесь и снова по замкнутому кругу начинаете вспоминать в этих отношениях только то, что не делает вас живым и счастливым. Итак, незавершенные отношения – это не очень хорошо. Поэтому одна из самых важных задач заключается в том, чтобы эти отношения научиться завершать. Мне очень важно ваше мнение и очень важны ваши комментарии. Если у вас есть вопросы, смело задавайте их прямо здесь внизу под видео. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, делитесь с друзьями и подписывайтесь на канал. Так вы будете всегда в курсе новостей нашего канала и будем всегда на связи. С вами был Игорь Погодин. До встречи в следующем видео. Буду рад. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок